Новогодние праздники прошли, а следующие ещё не скоро. Темнеет рано, световой день длится чуть больше девяти часов. В темноте в организме человека вырабатывается больше мелатонина, гормона сна и меньше серотонина, гормона радости. Очень много пациентов, особенно в осенне-зимний период, страдают именно таким недугом, когда хочется спать. Они очень быстро утомляются, очень часто расстраиваются, они не хотят есть. Это все симптомы, которые укладываются в понятие депрессии. Свежий воздух нужен пациентам, положительные эмоции. Опять же, надо не приутомляться. Режим труда и отдыха должен быть. Физическая активность, не переедать. Это тоже очень важно. И всё же сезонное расстройство в полной мере болезнью назвать нельзя. Постоянная тревога, паника, переживание и нежелание выходить из дома – с такими симптомами надо идти к врачу. А с плохим настроением под силу справиться самостоятельно. Начать можно с правильного питания. Идем за антидепрессантами не в аптеку, а на рынок. Правильная еда в холодное время года тоже поможет улучшить настроение. Вопреки расхожему мнению, что сладости – источник радости, на конфеты специалисты налегать не советуют. Сахар – мера временная, и уже через 20 минут снова станет грустно. Выбираем углеводы правильные, в первую очередь фрукты. Берем апельсины, мандарины и бананы. Пожалуйста. Спасибо. Фрукты, овощи, зелень, ягоды, богатые витамином С, зимой на тарелке должны быть обязательно. Положительно на настроение влияют яркие цвета. Рекомендуют и в одежде отказаться от черного в пользу апельсинового и лимонного. Не проходим мимо от дела с сухофруктами. Тут берем финики. Кроме витаминов и микроэлементов, они содержат аминокислоты, в том числе трептофан – предшественник гормона радости серотонина. Как раз трептофан необходим людям, которые испытывают стресс и нервное напряжение. Ученые доказали, регулярное употребление продуктов с трептофаном позволяет стать спокойнее и умиротвореннее. Полезная для нервной системы аминокислота есть также в мясе индейки и курицы. На пользу настроению пойдут авокадо и рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами. По сонливости можно ударить зарядкой, спортом или активным отдыхом. Например, пойти кататься с горки на площади Нахимова. Её работу продлили до конца января. Главное – найти занятие по душе и хорошую компанию. У меня вот главный способ поднятия настроения – ребёнок. Поэтому мне не приходится скучать некогда. Я только что вернулась с Сочи. Прекрасное настроение, поэтому всем рекомендую путешествовать зимой. Нужно больше гулять, с друзьями общаться, время с семьёй проводить, с детьми своими. Но самое главное – в одиночестве не оставаться и всё. Закаляться, смотреть комедии, больше шутить и включить дополнительную лампу на рабочем столе. Нехитрые советы, как продержаться до весны, когда на смену депрессии должен прийти эмоциональный подъём. В период нехватки солнечного света рекомендуют как можно больше гулять на улице именно в светлое время суток. Ну а дома окружить себя предметами, которые напоминают о лете. На помощь придут даже запахи. Итак, хвойный освежитель воздуха меняем на цветочный. Ставим дома живые цветы и вдыхаем лето. И хорошее настроение. Ну а с сезонной депрессией боролись Марина Кравцова, Илья Якушев и информационный канал Севастополя.